В современном мире иметь участок и не иметь огорода — это непозволительная роскошь. Наши дети не знают, например, как растёт помидор. Сейчас вот молодёжи говорят, нет, никакой картошки у меня не будет. Я вам оплачу выезд, научите меня сажать редиску. Они такие, что это вы мне привезли? Брак какой-то? Больное дерево, которому нужны антибиотики, да? Есть препараты, которые уважающие себя люди не рекламируют просто-напросто. Кому-то нравится — хорошо, пусть будет. Мы туда смотреть не будем. Если он хочет экологичный сад. Если не хочет, пусть пользуются химией. С печенью какие-то проблемы. Ты не бухаешь ли случайно? В некоторых находят целый коктейль остаточных пестицидов. У меня, короче, лицо всё сгорело. Я три дня, у меня просто химический ожог был. Друзья, всем привет! Вы по-прежнему на канале Лэнда Блог. И у нас сегодня в гостях Светлана Золотарёва. Это руководитель магазина семян, онлайн-магазина. Также руководитель школы органического земледелия. И сегодня мы поговорим про все важные аспекты, про пестициды. В общем, Светлана, привет! Привет, Дима! Очень рада, что ты пришла к нам. Тема актуальная. И, собственно, хотелось бы, наверное, начать с того, какие сейчас ты проекты ведёшь, с чего ты начинала и как ты вообще пришла к тому, что решила в массы органическое земледелие, так сказать, впускать. Ну, я вообще по образованию агроном, да, потом закончила аспирантуру по селекции растений здесь у нас, в Подмосковье, в Ниевощеводство. Ну, и, собственно говоря, мне эта тема затянула. Плюс у меня была практика производственная в Англии, когда я училась в университете. И когда я просто туда попала, у меня случился культурный шок. И всё моё сознание, которое касалось темы сада, огорода, сельского хозяйства, оно перевернулось. Потому что, когда я поступала в аграрный вуз, это была случайность. Тогда это было вообще не модно, не престижно. Мне все крутили у виска, ненормально, что ли, там модно было идти в экономисты, юристы. А агрофак считался полным колхозом. Ну, в общем, было очень... Ну, так сложилось случайно абсолютно. А потом я втянулась, и, в общем, я поняла, что это мне тема близка, да, что я человек, который любит природу, любит общаться с растениями. И, собственно говоря, начала развиваться в этой сфере. А тема органики, я к ней пришла после рождения детей, потому что нужно было уже следить за их здоровьем, как-то на своё иногда здоровье, особенно в молодости. Ну, честно скажем, можно подзабить, да, потому что, как я говорю, гвозди перевариваются. А потом, когда появляются дети, ну, сознание меняется. Плюс у меня ещё у мальчишек была аллергия после родов жёсткая. Я искала ответы на вопросы, почему это, с чем это связано. Вот, и, собственно говоря, приходила информация, и я поняла, что очень многое зависит от питания, от того, что мы едим, какую продукцию мы едим. И потом мне попали статьи про пестициды, и тут у меня вообще пазл сложился. Я начала рыть в этом направлении. Ну, и, собственно говоря, так и пришла. Ну, давай по порядку. Сейчас ты работаешь в компании, которая продаёт как раз семена различных овощных культур, насколько я понимаю. Да. И у тебя есть какой-то свой огород. Да, я недавно видел, что ты приобрела теплицу. То есть ты, по сути, проживаешь свою работу ещё и в личной жизни, используя, ставя эксперименты какие-то, да, собирая урожай. Да, у меня всё смешалось. Я уже даже не понимаю иногда, где работа, где хобби, где личная жизнь. Да, как-то так у меня тесно. И вот у тебя недавно был вебинар, где ты говоришь, что пестициды прям нельзя использовать. Ты противник этого. Сразу задам тебе вопрос как ландшафтник. Пестициды, в твоём понимании, нельзя использовать именно в растениях, с растениями, которые связаны с едой. Или же вообще вот ты противник жёсткого такого прям употребления пестицидов даже в декоративном озеленении? А я, ну, если мы говорим про пестициды, они же бывают разные, бывают биологические, бывают небиологические, да, и это всё пестициды. Речь идёт про те пестициды, которые системные, которые химические, химическая природа, которые накапливаются в растениях, потом накапливаются в организме человека. И если мы говорим про частный сад и огород, то я против применения в принципе. Потому что если мы берём свой садовый участок, то это целая экосистема. И многие думают, что вот я на огороде не буду применять, да, а там в саду буду применять. Но на самом деле такой подход, он не совсем правильный, потому что тогда, ну, ты не сможешь создать экосистему, единую на своём садовом участке. Потому что ты всё равно будешь убивать полезных микроорганизмов, в насекомых, и вот то, к чему стремятся органические садоводы, этого будет сделать невозможно. Ну вот в контексте сада, опять же, я рассуждаю как ландшафтный дизайнер, мы сажаем, например, там хвойные. Сейчас достаточно агрессивно и достаточно часто бывает, что прилетает короед, заселяется на ослабленных растениях, которые только что пережили, например, пересадку. И вот в таком случае что нам делать? Понятно, что огород сейчас в принципе тренд, да, то есть у нас заказчики достаточно часто, я не знаю, каждый второй, наверное, случай заказа проекта, сделать нам огородик хотя бы какой-то декоративный. Вот, но и от хвойных как бы мы там не отказываемся. Я уже не говорю там про какие-то различные лиственные, которые там страдают, мучнистые растения, еще чем-то каким-то, в том числе неприятными на вид, да, заболеваниями. Может быть, они не такие страшные, но на вид они неприятные. И как нам быть в этом случае? Да, да, это вообще очень интересная тема, она там такая глубокая. Я вообще благодарна, что ты пригласил меня и на эту тему обращаешь внимание, потому что она на самом деле, на мой взгляд, неудобная для ландшафтников, неудобная для тех, кто занимается обслуживанием садов, потому что ваша задача сделать красивую вау-картинку для клиента, да. И очень часто клиент вообще далек от этого, он просто хочет, чтобы было красиво. В 90% случаев. Да, чтобы пятнышек не было на листьях, чтобы там насекомых каких-то не было, да, и донести им и объяснить, что вот, ребят, ну вот это вредно, а вот так нельзя, а тут надо поработать, да, это сложно. И поэтому, конечно, без, ну, я понимаю тех, кто занимается уходовыми работами, ландшафтников, которые применяют жесткую химию, потому что, ну, иначе все, можно, ну, не договоришься с клиентом, и это тяжело объяснить. Сложный вопрос, но смотри, когда мы вот болеем, да, заболеваем человек, растения, они же живые существа, и вот когда мы понимаем, что все, там, лимончиком и не обойтись, чесноком, да, ну, когда уже потяжелое, ну, тогда мы пьем антибиотики, но это бывает только в тяжелом случае. То же самое с растениями, когда можно обойтись, то лучше не использовать, когда такие, там, проблемы, как караед, тут уж, ну, понятно, что никакой органикой ты с ним не справишься, поэтому тут, ну, никуда. Это вот сравнение примерно такое, когда мы, там, тяжело больные, мы применяем антибиотики, да, и вот караед – это примерно такая же история. Но в среднем можно обойтись без химии. Здесь еще очень важно правильно подбирать сорта, ассортимент. И вот здесь тоже, я тоже, ну, общаюсь много с ландшафтниками, с девчонками, кто пошел тренд на огороды, и они тоже обращаются там, чтобы я посоветовала, посоветовала что-то. Но кроме огорода есть еще и плодовый сад, и те же декоративные растения. Я уже 20 лет работаю в теме садоводства, много времени проработала в компании «Поиск» заместителем руководителя одного из дивизионов. Сейчас я руководитель интернет-магазина, да, и через, ну, как бы, через меня, через мои руки прошло большое количество посадочного материала. И декоративный, и хвойный, и овощный. И, в общем, я знаю весь ассортимент, который мы используем для посадки, в том числе и ландшафтники. И если мы говорим про тему сада, именно плодового, то есть огромное количество новых современных сортов, тех же яблок, да, которые абсолютно иммунны к парше. То есть, ну, посадив их на участки, отпадет потребность, как минимум, в обработках от парши, да, от грибных заболеваний. Но ландшафтники, они ведь, когда приезжают в садовый центр покупать красивое дерево, особенно если клиент далек, да, там, от темы выбора сорта, они покупают глазами, ну, да, чтобы красивый гайбитус был, чтобы дерево было сформировано. Вот, и зачастую вообще не углубляются в тему ассортимента. И если мы говорим про тот спрос, который есть на плодовые деревья, да, даже клиенты, они помнят, в бабушке росла антоновка, да, и она такая была вкусная, ароматная, у них воспоминания с детства, и тут мне, пожалуйста, антоновку, или какой-нибудь там коричневая полосатая, или мельбу, да, ну, это старые сорта, они вкусные, классные, но они неустойчивые вообще, там, к болезням. Я тоже вот отсылаюсь в детстве, я помню, что у нас всегда парша была, я когда уже вырос, когда пошёл работать, да, вот в сферу ландшафта, я уже понял, что это такое, но у меня ассоциативная картинка, ну, типа, нормально, как бы, что-то на пятнышко и пятнышко, с этим съедали, и всё хорошо было, да. Вот, но классные сорта, реально современные, о них не знают люди, то есть, и вот мы продаём эти новые сорта, они по вкусу, ну, суперские, и хранятся хорошо, приходят, мне, пожалуйста, там, антоновку, ну, вот возьмите. Нет, я вот помню, с детства мне хочется, и, собственно говоря, питомники вынуждены, да, в большей степени иметь там старый ассортимент, который спрашивают, а вот новые сорта очень тяжело, как бы в дело пускать, тоже занимаемся этим, и вот тут, мне кажется, надо тоже какую-то связку ландшафтников, да, со специалистами, там, с игрономами, там, не знаю, с теми людьми, кто разбирается в ассортименте, да, не только глазами красиво, но и понимает суть там ассортимента. У нас вот предыдущий гость был Александр Камолов, он и садовый центр содержит, и у него небольшое производство там растений, как питомник, и он в ландшафте уже там больше 10 лет, насколько я помню, и мы с ним как раз обсуждали проблему растений, в плане декоративных даже, и получается так, что большинство дизайнеров, ландшафтников, то есть у них есть проверенный список. Да, да. Спокойно, который можно... С кем они работают, да. Да, у нас, оказывается, даже в России, вот касательно декоративки, столько видовых и даже сортовых растений, которые встречаются там в горах, в лесу, устойчиво к морозу, к засухе, к различным факторам, которые не используются, и которые никак не популяризируются. То есть что говорить уже там о больших списках, да, там, сортов плодовых, каких-то там кустарников, деревьев и прочего. Здесь я полностью согласен, но, наверное, тут проблема не только самих ландшафтников и садоводов, но и производителей. Мне кажется, что здесь прям нужна такая активная работа с потребителем, то есть как-то в массы это всеми возможными методами, да, как бы внедрять. Но потребители, именно производители, ты же знаешь, это люди, которые занят, ну, как бы заняты производством, да, им не долго, им вот надо произвести, они далеки от маркетинга, от всех этих историй. Тут вот надо как-то сообща это делать, я призываю, в том числе, ландшафтников, и я знаю, что у тебя аудитория очень активная, молодая, продвинутая, вот давайте эту тему как-то вместе поднимать, потому что, ну, реально, мне даже обидно за труд наших селекционеров, потому что, ну, нас принято ругать, да, что у нас там всё плохо, всё хреново, но реально есть классные сорта, уж как минимум для частного садоводства, ну, просто невероятные, вот, даже есть сорта, которые в каком-то центре, там, молекулярной диагностики проверяли, и вот яблоня, в общем, оно какое-то содержит чуть ли не микротоки, там, благоприятные для здоровья, ну. Это в новых сортах. Да, 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 забыла, сорт. Ну, потом погуглим и добавим ссылку, да, описание. Смотри, если вернуться к пестицидам и вот к самому саду, скажем так, когда мы сажаем растения, они всё равно чуть ослаблены за счёт пересадки, за счёт транспортировки прочее, плюс есть такая вот история, особенно в садовых центрах, потому что с питомников напрямую не всегда получается даже у профессионалов покупать, потому что это всё равно сезон копки, весна и осень, да, то есть, а в сезон приходится брать уже выкопанные растения, либо контейнерные, если это позволяет размер, и чаще всего это делается либо при питомниках на площадках, либо в садовых центрах, где поддерживают вот эти растения. И у нас был такой вот опыт неоднократно, когда растения были перекормлены, перья там, пшиканы различными химикатами, ты привозишь, сажаешь прекрасное дерево, и оно у тебя на глазах начинает как бы просто терять декоративность не только с точки зрения именно вот просто вида, да, там, а с точки зрения здоровья, да, появляются какие-то там болезни, садятся жучки, вот мы как раз подходим к тому, что практически это уже больное дерево, которому нужны антибиотики, да, вот, можно ли из вот такого состояния как-то органикой и натуральными там препаратами вывести растения? Конечно, можно, есть, ну, огромное количество биопрепаратов, сейчас эта тема активно развивается, они абсолютно безопасны для человека, для природы, да, и есть какие-то стимуляторы роста, регуляторы роста, и они реально работают, но только надо знать про проверенных производителей, потому что что такое биопрепараты, да, это препараты на основе живых каких-то организмов, бактерий, там, микрогрибов, вот, и тут, ну, важен производитель, это должен быть качественный препарат, потому что многие просто перефасовывают, и вот эта вот долгая цепочка, непонятно, где фасовали, где хранилось, да. То есть лучше у поставщика, прямо у производителя, точнее. У производителя, либо у тех компаний, которые только, ну, с крупными производителями напрямую работают. Официальный дистрибьютор. Ну, да, либо, в принципе, если компания крупная, она точно не будет брать где-то там у перекупов, да, она будет брать напрямую, потому что большая партия, скидка, ну, как бы. У меня была история, мы периодически берем химию, к сожалению, да, там, вот, различную, и мне поставщик, который привозит это все в больших, как бы, емкостях для, там, обработок, для подкормок, он говорит, я там беру, я не знаю, где это, кто это, там, я не буду, там, вдаваться в подробности, он говорит, в соседнем цехе из этих канистр разбавляют с растворителем, то есть, ну, там, на основе чего сделан препарат, и фасуют там, например, под какие-то колбочки, там, еще что-то, и я тогда для себя сделал вывод, что реально нужно понимать, брать у проверенных фирм производителей, либо поставщиков, потому что очень много разных таких названий, состав вещества один и тот же, и бывает то, что ты обработал, а вроде препарат свежий, а почему-то не работает, и вот тогда у меня сложилась картинка, что, оказывается, ну, к сожалению, у нас есть еще и недобросовестные поставщики, вот, а с биопрепаратами здесь, получается, какие-то сроки годности, да, более короткие, как это вообще? Да, и сроки годности более короткие, ну, и вообще, вот, просто, я, допустим, знаю, кто качественный производитель, да, потому что есть институты, которые проверяют биопрепараты, вот в Краснодаре есть институт, который мониторит, да, состояние рынка биопрепаратов, и вот я лично с директором разговаривала, в общем, назовите, каким можно доверять, на склон, вот эти, вот эти, вот, как бы у них нормальные. У тебя этот кейс есть? Есть. Мы его можем как-то популяризировать? Можем, можем. Хотя бы частично. Да, ну вот на выставке, которая у вас будет 2 марта, да, 1-2 марта, я обязательно буду про эти препараты говорить. Отлично, отлично, я потому что сам очень жду, и, в принципе, вот касательно НФЛ нашего события, да, нового фэклански, я прям всеми руками был за твое выступление, очень рад, что ты согласилась. И вот если к теме образования так плавно перейти, мы еще вернемся к теме огородов. Мы с тобой познакомились, если я не ошибаюсь, где-то в 2018, по-моему, году, где-то в 18 или 17 даже, ты была на курсах, которые связаны с ландшафтным дизайном. Вот скажи, зачем тебе это было тогда? Кстати, это вообще классная история, вообще так все взаимосвязано в нашей жизни. Да, это был курс по ландшафтному дизайну, но я агроном, вообще я просто, у меня эта тема драйвит, я все это люблю. Будоражит, да? Тему сада, огорода, растений, и, конечно, агроном — это одно, а хотелось же прикоснуться к прекрасному, к ландшафтному дизайну, и пошла поучиться. Это, на самом деле, и в моей работе помогает, потому что одно дело там рекомендовать просто растения, но надо же понимать, как они там между собой, да, будут сочетаться, не сочетаться. А потом я понимала, что у меня скоро будет свой дом, и мне тоже надо как-то все сделать, чтобы было красиво там разбираться. И на самом деле, если ты помнишь, там была Вита Бунина, и у нее была лекция по органике, и вот это, наверное, вот с этого прям глобально началось. То есть, да, я тогда была беременна третьим ребенком. Напомню, что у Светланы четыре ребенка уже. Вот, и тогда я окончательно, да, убедилась, что все, органика это то, чем я хочу еще как-то параллельно заниматься. Может быть, не знаю, на пенсии свою органическую ферму построю. В общем, есть у меня и такие мысли. Вот. Чего мы там? Чего начали? Про обучение. А, про обучение, да. Да, зачем тебе и как вот дальше вообще ответ? Ну, захотелось просто прикоснуться к прекрасному. Я понимала, что мне в работе это будет помогать. Ну, чисто для личных каких-то целей и вот для того, чтобы разбираться и давать грамотные рекомендации не только с точки зрения профессии агронома, да, но и… А после 2017 года какие еще курсы, семинары и вообще вот что полезного? Ну, конкретно связанной с темой сада и огорода, наверное, не было, потому что, ну, вся моя работа – это бесконечная учеба, да, я работаю в крупной компании, общаюсь постоянно со специалистами, с агрономами по химзащите, да, с селекционерами, то есть это бесперерывный, процесс обучения, ну, так еще раза два-три в год еще какие-нибудь там по бизнесу в основном, какие-то курсы еще бывают. Вот сейчас, как ты думаешь, профессия агроном, она насколько востребована? Я думаю, что востребована. Не то, что думаю, я знаю, я знаю, что много молодежи, глядя на меня, выбрала эту профессию, потому что я знаю лично людей, которые там, родители хотели, чтобы они были врачом, к примеру, да, девочка. Она понимала, что это как бы не особо ее, и потом… Хочу лечить, но растения. Да-да-да, и вот пошла в агрономы, и мне пишет молодежь. Я тоже стараюсь это немножечко популяризировать, потому что… Ну, очень важно, да, чтобы профессия была тебе по душе, а у нас ведь как? Вот даже я, я закончила школу, я еще точно не понимала, куда я хочу, что я хочу, кем я хочу. В общем, да, большинство людей, ну, там, 16 лет, ну, ты еще… Совсем другие мысли, мне кажется, мало кто понимает. И мне как-то просто повезло, что потом я вот так сложилась. А часто же люди, да, ходят на нелюбимую работу, и хорошо, если потом меняют, а многие же не меняют, а так и остаются. Да, и сейчас вот, знаешь, там тоже общаешься с детьми, вот, бывает, там, в детских домах, или вообще вот с молодежью, да, там, со школьниками, и, ну, вот говоришь, там, допустим, ландшафтный дизайнер, ландшафтник, да, там, студия, ландшафт, вот что-то, какие-то такие синонимы, и у всех ассоциации какие? Туи, газон, там, типа, и дорожки сделать, да. У меня там своих знакомых очень много, которые вот, ну, такие запросы выскакивают. Они, ну, к сожалению, не понимают, что сама по себе отрасль достаточно широкая, то есть здесь специальностей очень много, да, и, к сожалению, опять же-таки, сталкиваясь там с специалистами и там при подборе в команду и вообще, понимаешь, что вот по специальности-то людей мало, к сожалению. А еще, как бы, сюда добавить человеческие факторы, да, там, еще что-то, и, получается, рынок-то свободный. Очень свободный, и часто, ну, вообще, аграрные вузы, они, конечно, не очень популярны, да, это как-то малое, непрестижное, чего уж там, непрестижное образование, особенно сейчас, ну, последние годы сейчас, мне кажется, может быть, даже тренд начался, потому что развивается, ну, развивается сельскохозяйство, я не знаю, как вот сейчас скажется, ну, скорее всего, положительно, даже вот та ситуация политическая, которая сейчас есть, ну, должна дать скачок еще развитию тех же питомников, да, потому что закрываются границы, и даже окольными путями сейчас очень сложно ввести посадочный материал из Европы, дорожание логистики, ну, ты сам все прекрасно знаешь, и у нас рынок сырой, да, у меня ведь еще есть курс по питомниководству, он тоже родился в этом году, потому что у нас, ну, мы видим этот дефицит, и люди стали тоже, как бы, почему он родился, люди стали задавать вопросы, вот, у меня есть одна девушка знакомая, они с мужем стоматологи, все хорошо, в хорошей клинике работают, но вот муж хочет на земле, да, чем-то заниматься, и вот тоже подскажи, чем заняться, и так далее, вот, и так как нам самим, у нас у самих есть дефицит посадочного материала, да, мы еще создали вот курс по питомниководству, чтобы помочь тем, кто хочет, да, разобраться в этом вопросе, и как минимум сэкономить два-три года на поиск знаний, да, и сократить ошибки, которые бы они делали, пройдя этот путь самостоятельно, и вот мы собирали крупных питомниководов наших, российских лидеров рынка, и сделали, кстати, классный курс по питомникам еще. Там что рассказываете? У нас там все с нуля, прям, выбор стратегии, специализации, потом технология, там, закладка питомника, организация полива, ну, вот, прям пошагово все-все-все, бизнес-план, бюджетирование, продвижение, технологии, там, по защите. Очень немкий курс. Сколько надо денег, чтобы открыть свой питомник? Это все условно, смотря какие... Ну, хотя бы до вилка. Ну, если, вот, опять же, питомники, что такое питомник, да, есть инвестиционные питомники, которые там можно и 50, и 100 миллионов, да, вложить, а есть частные, да, семейные питомничек, которым там шаг за шагом, да, и... У соседей, не черенковал. Ну, а есть такие питомники, и достаточно успешно, и вполне хватает семью обеспечивать. Если прям, ну, вот такой маленький, небольшой, ну, вот, буквально у нас по бюджетированию был урок, ну, минимум 3 миллиона надо, чтобы заявить о себе хотя бы, там, в первый год. Если мы говорим про быстро оборачиваемые культуры, про ОКС, к примеру, да, потому что ОКС – это самое быстрое то, что можно получить, и на чем сделать деньги. Ну, примерно 2-3 миллиона. Потому что я упоминал, да, что мы третий год пытаемся там как-то тоже в производство вникнуть, стартануть, и сейчас притормозили проект ввиду того, что оказалось, что все равно это в нынешних реалиях, в нынешних, скажем так, масштабах, которых мы хотели. Ну, у вас еще и контейнерная, да, производство, я понимаю, это самое дорогое. Да, у нас, получается, контейнерка, и мы там посчитали бюджет, что это прям прилично, и вот пока отложили эту идею, но потом, хотя я считаю вот лично, что сейчас это самое время запускать свое производство. Пусть их будет больше, пусть они будут небольшие, но качественные, потому что дефицит растений испытываем и мы, как потребители с точки зрения декоративного какого-то производства, там, посадок, в моменте мы в сезон можем там, чтобы отобрать даже на один объект, объехать, как раньше, там, 3-5 точек, да, там, питомников, садовых центров. Бывает, что и 10 по всей области, да, там, и в Липецк ездили, и в другие регионы, там, то есть мы сейчас вот прям, не знаю, очень много времени тратим на поиск, вот, а если там говорить про какие-то такие стрижные формы, там, какие-то аллейные деревья, еще что-то. Это вообще? Их вообще, их просто практически нет, к сожалению, то есть там проекты, запросы на какой-то регулярный стиль, они периодически прям есть, а где брать материал, непонятно, то есть и в России он, ну, в лучших реалиях, как бы, я думаю, там, лет через 5-7 только появится, если сейчас вот все активно возьмутся. Да, друзья мои, если вы думаете, заниматься питомниководством или нет, занимайтесь сейчас очень благоприятное время, причем, на самом деле, это тот бизнес, в который можно входить с минимальным затратом, если мы говорим про, ну, такое не стремительное развитие, да, а про семейный питомник, то есть можно начинать там со своего огорода. С 10 соток. С 10 соток, да. Ну, понятно, что ты будешь поливать там из шланга, да, тебе не надо там тратиться на дорогостоящие оборудования для полива, но с этого можно начинать, и на этом можно делать неплохие деньги. Потому что сейчас, кстати, вот еще, да, момент, скорее всего, будет рост цен на обсадочный материал, но это неизбежно, потому что если закроют полностью ту же Голландию, а все к этому идет, потому что там уже мы знаем, да, по своим поставщикам, что уже уголовные дела заводят, если узнают, что кто-то там окольными путями с России сотрудничает. Мы знаем компанию, которая физически везет через Турцию посадочный материал, хотя если раньше там они, опять же, там кривыми дорогами, но напрямую везли, да, сейчас физически через Турцию. Это кроме того, что логистика удорожания, да, плюс еще и качество товара, то есть увеличение сроков, вот, будет расти цена, скорее всего, это тоже надо понимать. Вот про маленькие питомники я как раз хотел добавить, что я родился и вырос в Московской области, у нас, собственно, там у всех соседей всегда были огороды, если вот брать, например, там производство той же самой зелени, к столу, там еще что-то, тоже всегда были теплицы, всегда были оптовые какие-то производства, крупные, да, там фирмы, но у нас все соседи, вот, особенно 90-е годы, да, все занимались, все на огороде жили, да, все выращивали и возили на рынок, все это продавали, там, редиску огромную, такую вкусную, да, там, все там с навозом работали, там, как раз тогда, я думаю, что очень была популярна тема органического земледелия. Денег не было на химию, видимо, вот и все, все занимались органическим. Я просто помню, как бабушка там какое-то мыло разводила, там, здесь залу добавить, здесь там что-то, соль, уксус, там, тыр-тыр, там, что-то там попшикать, да, и все у всех было хорошо, но вот этой химии я в детстве не помню, хотя я очень много проводил времени в огороде, то есть мы там и пололи, что-то там собирали, да, там, и редис, морковь там этот намывали, отец ездил потом на рынок, да, сдавал это все, то есть, и вот сейчас, вот, наверное, когда мы с тобой учились на этих курсах, когда с тобой познакомились, я помню, что у нас очень много заказчиков было таких, что говорят, наши дети не знают, например, там, как растет помидор, что это такое, то есть если мы не знали в детстве, как растут ананасы, да, потому что это экзотика, как бы, то нынешние дети, к сожалению, не знают даже, ну, элементарных вещей, потому что везде супермаркеты, везде служба доставки, дети думают, ну, там, овощ он и овощ, да, грубо говорю, а как он появился, непонятно, и сейчас есть тренд, во-первых, на даже крупных, серьезных, там, каких-то садах, все равно тепличка, все равно декоративный какой-то огород гряды, чтобы можно было в том числе и детей как-то приобщить к этому делу, да, хотя бы показать, что, да, там… Как это происходит. Картофель не из Белоруссии везется, да, его можно просто, да, там, вырастить на грядке. Скажи мне вот, опять же, такой вот у меня интерес, декоративный огород, высокие гряды, как ты к ним относишься, насколько это вообще хорошо, плохо? Слушай, ну, нормально отношусь, но у меня не высокие гряды, у меня в одну доску высокие, тут… Высокие грядки красиво, да, красиво, но надо понимать, что это много почвы надо будет для того, чтобы наполнить это, и все-таки, чем лучше, ближе контакт с почвой, с материнским грунтом, да, да, тем лучше, плюс такие грядки, они будут быстрее пересыхать, высокие грядки, да, поэтому я вот ближе все-таки за такое природное земледелие, но вот мне пока комфортно в одну доску, да, может быть… Пока-то молодая. Да, может быть, потом я захочу, вот, но на самом деле, а что в огороде, если все делать грамотно, там не надо много сил и стоять, вот как, да, у многих шок из детства или травма детства, как я говорю, картошка, вот сейчас вот молодежи, нет, никакой картошки у меня не будет, ну, чаще, в самом начале, потом-то они втягиваются, да, но в начале нет, у меня будет только газон, только цветы, никакой картошки. Если все сделать правильно, если использовать принципы органического земледелия, то огород растет сам по себе, да, там даже можно капельное полив не делать, если использовать мульчирование в нашей зоне, ну, там пару раз лейкой пройтись ради удовольствия, да. Как мульчирование делается? Мульчирование, сверху ты просто засыпаешь посадки, либо корой лиственницы, допустим, земляника, да, плодовые, какие-то кустарники, можно корой лиственницы, либо сосны засыпать, можно с выплатыми сорняками. Газонная трава, вот, кстати, одна из самых хороших, одна из лучших видов мульчи, да, и та, которая доступна, если у вас есть газон, это газонная трава. Тут единственное, надо не переборщить в плане объема, да, я думаю, с газонной травой, потому что она же, если много положить, она преть начинает. Ну, можно подсушить, но на самом деле не обязательно, если слой будет там порядка пяти сантиметров, ничего, ну, перепреет, наоборот, это будет хорошо, да, будет благоприятная атмосфера создаваться в верхних слоях почвы для микроорганизмов, потому что вот очень еще важно, как питаются растения, да, сторонники химического земледелия говорят, что растения поглощают соли, да, из почвы в процессе там растворения, а органические садоводы говорят, что растения потребляют элементы питания в процессе взаимодействия корней с микроорганизмами, и разные принципы, если там на химии можно вырастить и в песке, да, то все-таки органика, она немножко про другое, это такой, ну, природный, да, процесс, который даже нам до сих пор не подвластен, и почвоведение почвоведение, оно еще, наверное, состав почвы знает, ну, там, на 3-5 процентов, то есть все остальное мы вообще даже не знаем, как, что там, как происходит. Я как противник белой отсыпки и текстильной. А, поэтому ты про мульчу спросил. Хотел спросить, вот какие-то ненатуральные материалы можно использовать? Ну, можно использовать спонбонд, да, хотя я его не использую, я его не очень люблю тоже, но можно, можно, в органике как бы это можно, но не приветствуется, но это поможет вам защитить грядки и от сорняков полоть не надо будет, да, вот. Но я все-таки за натуральные материалы, мне это эстетически как-то приятнее, да, выглядит, и мульча, которая будет перегнивать, перепревать, она будет обогащать почву органикой, да, это будет своего рода удобрение. Поэтому, если есть возможность, используем натуральные материалы, это, кстати, может быть и солома, это могут быть вот скошная трава. Опилки какие-нибудь? Ну, опилки, ну, опилки, если свежие, то они забирают азот, да, лучше, чтобы они были после компостирования, да, перегнившие. Вообще, компост обязательно в органике нужно делать, да. Главное удобрение в органическом земледелии – это компост, его тоже очень легко и просто делать, растительные остатки есть у всех, в общем, это такой интересный. Компостеры мы тоже неоднократно собирали, давай про принципы тоже компостеры, по сути, это ящик для сбора растительных остатков, что туда можно класть, что туда нельзя класть. Да, ящик – это уже так более симпатично, чтобы было, Хороший компост, его лучше делать на открытом каком-то пространстве без ящиков. Вот, но, да. Вот с такими щелями делаем, чтобы он проветривался, там как-то свой взвод есть. Да, ну, в общем, начнем с того, что в приготовлении компоста есть два вида, да, это холодный компост и горячий компост. Горячий компост можно приготовить за несколько недель, а холодный компост – это вот нужно там около двух лет, иногда три года. Берем кастрюльку, завариваем. Да, самое простое – это просто вот когда слоями в процессе сезона мы складываем все, да, в компост, и потом оно там два-три года перегнивает и превращается в компост. Если много растительных остатков сразу и есть желание сделать быстрый компост, то тогда там нужно в разных пропорциях закладывать жесткие материалы, да, потому что там очень важно еще соотношение углерода и азота. Вот жесткие материалы, такие коричневые уже, которые сухие, да, ветки, сухая трава – это все опилки, да, это все будет углерод. И для того, чтобы процесс пошел, еще нужен азот. Азот – это все зеленые, листья зеленые, свежая газонная трава, навоз, да. И вот это все слоями укладывается в определенных пропорциях и начинает разогреваться. То есть микроорганизмы работают и, в общем, все это перерабатывают. Но нужен доступ воздуха, нужно это все рыхлить, ворошить. Можно добавлять какие-то компоненты, сейчас есть биологические, микробиологические, которые ускоряют процесс. Вот. Но тема тоже очень интересная. Вот смотри, как мы делаем. У нас для заказчиков, для наших есть варианты, собственно, купить готовые компостеры. Это ящики, как правило, там еще указатель температуры, мне кажется, они как раз предназначены для вот этого быстрого. А, все сезонные компостеры, которые можно зимой использовать. Да. Вот. И второй вариант, если по декоративности мы проходим, и по бюджету, то есть мы предлагаем самодельные, например, там из того же материала, что и сделан огород, это лиственница, там покрытое маслом или покрашенное. И мы всегда стараемся делать их три в последнее время, чтобы первый наполнился, потом на следующий год второй, третий, и уже вот этот можно было закладывать в гряды. Мы туда не разрешаем класть ветви как раз, потому что это неудобно будет как-то использовать. И не разрешаем туда добавлять газонную траву. То есть туда... Почему? Потому что, как правило, ее очень много. Вот. Вот. И газонная трава, по моим наблюдениям многолетним, она, когда в большом количестве, она очень тяжело перегнивает. Прям, прям тяжело. Вот. И если я наблюдаю, например, за сорняками, там на той же самой базе вот у нас, да, там есть то, что пропололи вот эти сорные травы, выбросили, они как-то два года уже какая-то консистенция естественная получается. Вот. Вот. Если туда добавить ветки, она, допустим, крупная, не перегнила, ее там, ну, не у всех мульчеры есть, да, там для этого. Вот. И вот это все превращается в какую-то проблему. Поэтому мы рекомендации даем именно, что вот, ну, пропалываете, там обрезаете, туда все. Я поняла. Да. Отправляйте всех к нам в нашу школу органического земледелия. Мы там учим. Да, да. На самом деле у нас, мы прямо учим и как компост сделать, и в каком соотношении его закладывать, и про пестициды все рассказываем. Вообще у нас первый блок, можно, да, расскажи? Конечно, конечно. Конечно, давай. У нас вот курс по планированию малоходного органического огорода, у нас первый блок, он полностью посвящен теме органического земледелия, чтобы люди сразу на входе, у них просто сознание меняется, они все в шоке. Потом после первого модуля, ну, понимают, как устроены процессы. И уже дальше с ними легко объяснять, им работать, как это делать. На самом деле ветки можно ложить, ну, конечно, не толстые, маленькие ветки, и это хорошо. Во-первых, они будут создавать пористую структуру, кислород будет, когда веточки. Но они должны быть в длину не более, там, 10-15 сантиметров, толщиной, конечно, это должны быть тоненькие. Но ветки мы, знаешь, какие добавляем? Ну, я сам просто езжу на обрезки весеннего сада, вот эти волчки и там еще что-то. Да, да, да. Вот это, ну, пожалуйста, но оно реально перенимает через два года. Но когда ты разрешаешь ветки, как правило, там есть какой-нибудь садовник… Ну, я поняла, да, вы лучше запретить, чтобы… Там потом приезжаешь, дерево из-под крышки торчит, да, то есть я вот про такие объемы. И сразу же здесь вопрос еще такой задам. Если это ветка сучок там прям большой, его пропустили через мульчер, то туда можно, правильно? То есть он как раз за там 2-3 года должен… Можно либо в компост, либо можно на грядке, как в качестве мульчи тоже. Мульча. Кстати, хорошая вещь вот этот измельчитель. Мы купили сейчас себе на базу бензиновый. Порядка 50 тысяч стоит какое-то российское производство. Я его еще не тестировал. Как вот тест пройдет, то там я обязательно расскажу, покажу. Но по мощности, я посмотрел видео, он вполне вот как раз там такие 5-7 сантиметровые ветви зажирает и получается мелкая мульча вот в тему как раз органики. Классно. У кого особенно большой участок, много деревьев, вообще надо иметь на участке, классная штука. А вот про газонную траву? Про газонную траву ее можно ложить, просто да. Вот тут надо соблюдать пропорции. Если ее просто навалить, будет проблема. Тут соотношение должно быть углерода и кислорода. За сезон очень много вот наших заказчиков. Если пространство там 68 соток, то есть у них там за один покос может быть, например, там 8-10 мешков. Ну, я могу сейчас преувеличить, конечно, там 5 мешков точно. 8-10 – это, значит, 2 недели не косили. Да, да, да. Вот. И если вот этот объем травы заложить в компостер, то буквально через, наверное, месяц он уже заполнится. Ну, прям даже если он большой. Из этой травы можно готовить быстрый компост. Вот если мы берем компоненты для компостирования, где много азота, а вот зеленая трава – это много азота, она очень быстро перегорит, и она уменьшится в массе. То есть она, ну, там будет совсем маленькая масса, и он будет не такой питательный, как если мы все грамотно закладываем, но его можно использовать все равно как для улучшения структуры. А потом еще газонную траву можно небольшим слоем, там порядка 5 сантиметров, класть сразу на грядки, прям свежую траву на грядки. Но надо понимать, что если вы, конечно, не используете гербициды, потому что я знаю, что многие используют. Ну, а то дуванчиков там, выборочное действие. Если используете, то лучше в огород не тащите. С вами тут сразу два вопроса возникает. Первый вопрос, почему газонную траву, может быть, ты знаешь, не едят кролики, там, козы и прочее. Вот. И второй вопрос про гербициды, но это сейчас подойдет. Почему не едят, не знаю. Скорее всего, наверное, не нравится. Они же тоже не всю траву едят. Да, там же используется в основном один вид, ну, два, да, вида травы, поэтому, наверное, она и мне очень нравится. Невкусные просто, да? Да. Про гербициды хотел спросить. Вот есть как раз выборочное действие, которые не разлагаются, которые уходят в воду, насколько я знаю, да, и потом путешествуют и могут даже где-то концентрироваться, и хороший, скажем так, индикатор, когда в воде, вот в грунтовой есть эти гербициды. Это в основном липа, сирень. У нас были такие случаи, когда вдруг скрутились листья. Вот. Люди думали, гадали, что же происходит. Вот. Оказалось, что сосед там, ну, причем спрашиваешь, да, вы обрабатывали? Нет, нет. Оказывается, что там сосед две недели назад пролил газон хорошенько там от сорняков, чтобы он был идеальный. Вот. А потом раз, на участке ниже, вдруг что-то с липами случилось. И у нас был коллега, который отдавал на анализ как раз вот эти листья, обнаружили там вот эти гербициды выборочного действия. Вот. Но есть глифосат. Он же там раундап, там торнадо как-то называется. Самая жесть. гербицид, который сжигает все, да. Вот. Интересно твое мнение. Слушай, ну, его давно уже признали канцерогенным для человека. Он запрещен во многих странах. В нашей стране пока еще разрешен, но часто, ну, это дело времени, я думаю, потому что тот объем, который произвели, его надо продать в любом случае. И часто лоббируется вот этот вот процесс запрета, он оттягивается, ну, с точки зрения, что никто не хочет утилизировать за свой счет либо терять деньги. Вот. Но доказана и куча кейсов, как сейчас можно говорить, есть, да, по глифосаду. Он признан официально канцерогенным и запрещен во многих странах. Потому что я вообще, ну, не рекомендую никому покупать глифосат. Тем более, что, ну, раундап, да, и он есть под разными торговыми марками. Да, да, да. Вы покупаете гербициды, смотрите на действующее вещество, потому что торговых марок может быть миллион, да, а действующее вещество одно и то же. Я просто читал какой-то довод, и мне вот коллега тоже там высказывал свое мнение, что, типа, что глифосат, он же там разлагается на соли, и, типа, вообще классный препарат. Но мы его лично последний раз, я не знаю, в году, наверное, в восемнадцатом применяли. То есть у нас сейчас принцип какой, мы там снимаем траву, косим, да, там снимаем верхний слой, если он какой-то, не такой, скажем, да, там после стройки бывает, еще там глину размажут. Знаешь, котлован вынули саму вот эту мертвичину внизу, там, да, сверху размазали строители, ты потом с этим как-то работаешь. Вот. И мы культивируем, выбираем корешки, то есть и потом уже завозим грунт, если он требуется, опять же таки, да, там всю эту работу. Вот. У нас были успешные, скажем, такие, опять же, кейсы, да, там с заказчиком, когда он заранее определялся с проектом, он заранее уже знал, что он хочет сад, и мы такие, так, слушайте, грунт у вас неплохой, давайте-ка седирата посеем. Класс. Вот, да, прям убрали поросль, например, сеем седират, и он сам, заказчик, горчица там к июлю подошла, он ее скосил, перепахал, еще добавили. Такой органист и товарищ. Вообще, это классно, но вот таких кейсов, к сожалению, мало, прям вообще мало, то есть обычно как, строим дом, ландшафт, и чтоб завтра уже яблоки росли, да, вот, к сожалению, и вот на момент стройки, вот, опять же, я там обращаюсь к нашим потенциальным заказчикам, что на момент стройки, пока у вас пустует территория, вот, мне кажется, это идеальная картина, снести всю сорную траву и посеять какие-то седираты. Да, да. Какие седираты ты советуешь? Слушай, классную эту тему затронул, я не думала, что ты знаешь про седираты. В органике вообще два основных удобрения – это компост и седираты, да. А седираты – это растения, которые мы сеем для того, чтобы заделать их либо в почву и почву обогатить органическим веществом, но они к тому же еще очень хорошо подавляют сорняки. Очень много видов растений, которые используются для седиратов. Ну, чаще всего все знают про горчицу, она такая самая распространенная, вот, но есть и фацелия, есть и злакобобовая смесь, да, травы, люпин однолетний. И что они дают? Ну, кроме того, что обогащают органическим веществом, подавляют сорняки. А на тяжелых почвах, да, еще седираты разрыхляют почву, улучшают структуру, потому что если глинистая, там, где-либо тяжелый суглинок, и тут надо работать не с людям, потому что они и так высокоплодородные. А нужно работать со структурой. И вот седираты, у которых мощная корневая система, кстати, вот рапс, люпин, они именно корневой системой рыхлят почву и их не заделывают в почву, их просто срезают, верхнюю частью убирают в компост, к примеру, да, а нижнюю так и оставляют корни перегнивать, потому что потом они разлагаются, оставляют ходы в почве, да, и почва, значит, отсыщается кислородом. Фацелия, еще классный седират, все вот как-то на горчицу подсели, но если мы говорим про огород, горчицу нельзя использовать, если вы выращиваете потом капустные культуры, потому что у вас будет крестоцветная обложка и вся такая история одно семейство. Есть фацелия, тоже классный седират, она не относится ни к одному семейству культурных растений, которые мы выращиваем. То есть они универсальные? Да, у них нет общих вредителей, болезней, поэтому она вообще супер классный, тоже седират, вот если мы говорим про частное седоводство. А если мы говорим про клевер, например, белый, красный или розовый, как он правильно называется, это же тоже седират? Да, 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 это тоже, но он иссушает почву. Тут надо, прям есть таблички по седиратам, в зависимости, тут надо разбираться в зависимости от типа почвы, от структуры, от состава, да, нужно подбирать свой седират. Еще от климатической зоны очень много зависит. Почему спрашиваю? У нас на одном объекте, достаточно большом, есть такая вот история, что там посадки, допустим, прикрывающие от соседов в естественном стиле, и мы за натуральные эмульчирующие материалы посадок, за там цветники и прочее. Но вариант, чтобы не тратить здесь миллионы на посадку многолетних растений и столько же там на кору, потому что у нас на кору иногда уходят реально там просто шестизначные суммы, там иногда до семизначных доходят. Вот, мы предложили заказчику использовать клевер. Вот, и с клевером я какую вот проблему наблюдаю, что он агрессивный. Да. Вот, и, собственно, если садовник немножко поленился, покосил клевер, не помыл косилку, пошел косить газон, то он там быстро появляется. Вот. При этом я смотрю на вот это пространство, оно как самодостаточное самостоятельное, оно очень меня вот эстетически нравится. И мало того, что тут сэкономили, да, по факту какой-то бюджет, потому что это природное такое, да, вот занавес, скажем так, то и улучшаем почву. А как ты сказал, что они еще, ну, клевер сам по себе влаголюбив и сушает, да, то есть у нас там проблемы с водой как раз были, вот, у нас заказчик периодически ругается, что там где-то на газон он вылазит, да, там, но сам по себе сидират ты одобряешь. Ну, да, любой сидират хорош, если его правильно, грамотно применять, да, в зависимости от ситуации. А вот помимо клевера еще многолетние, знаешь, какие-нибудь? Многолетние сидираты, ну, двулетние, да, там всякие рожь, да, которые там с осени посеяли до весны, в основном такие, так, чтобы прям многолетних, кроме клевера, наверное, и нет особо. Вот смотри, у нас в ландшафте есть часто такой вопрос, типа, что посадить в тени. Да. Я недавно наткнулся на такое растение, интересное, мшанка. Да, классная. Такая она хорошенькая, мне нравится. Да, и причем, знаешь, мы сейчас вот когда конфейл готовились, мы искали, как нам декорировать фото-зону, интерактивную зону, и я наткнулся на объявление, что человек продает мшанку просто, типа, знаешь, он у себя как раз в каком-то маленьком частном саду там его выращивает, нарезает и продает такими кусочками. Вот. Она, знаешь, ты не знаешь, вообще является? Слушай, я ее только знаю с точки зрения декоративного растения, да, вот и то, у меня она в саду не растет, в одном из шоу-садов в поиске она растет, очень красиво, и причем где-то там в расщелине между подпорной стенкой и мощением из дерева, и очень это так, ну, круто смотрится. Насчет почвопокровных свойств, как сидерат ты имеешь в виду? Ну, да, и можно ли ее вообще вот приобрести? Ну, какой-то такой научной информации у меня нет, поэтому точно не могу тебе сказать, надо методом эксперимента проверять. А семена можно где-то купить? В шанке, да, продается она в цвет. А у вас есть? Есть. Серьезно? Серьезно. Классно, потому что для меня это прям открытие, знаешь, тут, ну, альтернатива газону. Мы, например, там тимьян сажали, еще что-то, это такие классные покровы, они есть еще ароматные травы, они там на ступе где-то пахнут, что-то это прям, вот, и здесь я так думаю, блин, надо попробовать. Раз есть семена, то это вообще прекрасно. Я по сорнякам, но это, наверное, не совсем ваша история, потому что у вас все-таки высокоэстетичные сады, да, в таком премиальном сегменте работаете, но если мы говорим про натуральные сады, то часто есть некоторые сорняки, виды сорняков, с которыми проще не бороться, а использовать их в качестве вот почвопокровников, та же мокрица, да, от которой все тоже пытаются избавиться, но она, по сути, там, забивает культурные растения только на первоначальном этапе, а потом уже, когда растение вырастает, то она просто работает как почвопокровник, наоборот, как мульча удерживает влагу и так далее, поэтому если там про природные сады и огороды, то с сорняками можно дружить, да, они бесконечно там уже. Я к бабушке с дедушкой приезжаю, у них, их пространство практически это сплошной огород, несмотря на то, что им, может, там, за 80, они все равно еще ходят, прям занимаются, не могут жить без огорода. Стиль жизни, да. А вот у соседей, у них там часть огорода и часть трава. Никак не готовили, никак они там ничего не сеяли, насколько я знаю, то есть это вот еще с моего детства вот такая полянка была, но они, приезжая на дачу каждые выходные, косят ее газон-косилкой низко, и я тут приезжаю, где-то, наверное, в июле смотрю, говорю, блин, идеальный газон, знаешь, такой прям, все стремятся к английским газонам и говорят, что это должен быть идеальный, без сорняков, а мне кажется, что если там разнотравие, если за ним реально тоже как бы просто следить, там, косить, то ничем не хуже получается реально, да, то есть здесь вопрос там не в организации или там в экономе, а просто к тому, что вот каким-то сорным травам, каким-то моментам нужно просто чуть-чуть попроще, мне кажется, относиться, то есть вот этих идеальных вылизанных картинок, как у нас там Сергей Яниченко рассказал, что у него заказчица была, которая, например, вот в конце осени у нее там растения должны быть зеленые, они просто азотом их кормили, потому что… Ну это жесть, да, это жесть. Вот, и он говорит, это просто вот такой запрос и все, говорит, там, ну реально, там листочки все желтые убирать, еще что-то, да, то есть и… Мы с этим сталкиваемся осенью, когда люди заказывают посадочный материал, и ты привозишь там листья желтые, да, там где-то даже уже в пятнышках, они такие, что это вы мне привезли, брак какой-то… Порча какая-то, да, ну как бы осенью в окно гляньте, ну, к сожалению, есть такие, да, люди, вот, ну, может быть, новички совсем-совсем, наверное, надеюсь, что потом они осознают, что это нормально. Смотри, вот тоже интересный вопрос касательно огородов. Угу. Высоких гряд, как я уже говорил, мы их используем часто, и у нас тут в том году возник такой легкий конфликт, даже я бы сказал, с заказчицей. Мы всегда высокие гряды наполняем субстратом, то есть это, как правило, торф, песок и какой-то, ну, органический… Диогумус добавляете еще, будет классно. Да, да, да. Ну, мы прям заказываем готовую смесь, которая уже, типа, проверена, да, торф есть минус, что он подсыхает, то есть он, но при этом является хорошим таким, скажем так, органическим, да, субстратом, основой, ну, для многих садов в Подмосковье, по крайней мере. Мы наполнили гряды, у них растет там зелень, еще что-то, проблема, ну, говорят, что они сохнут, ну, высокие гряды, мы уже это обсудили, что они подсыхают, потому что это высота, это ветер, солнце, нагрев, там все понятно. Добавили им капельный полив, вот, при этом сказали, что все равно нужно вручную… Амульчируете? Нет? Ну, это заказчик же занимается, то есть, как бы… И пусть мульчирует еще. Рекомендации. Все эти грядки точно надо мульчировать, потому что это будет выход из положения, они будут меньше греются. Угу. И, значит, вот, какой вопрос, собственно. К нам поступают претензии через год, что на огороде на этом плохо все растет, вот, мы заказываем независимую экспертизу, отвозим грунт, ну, там просто сумма, типа, в районе 100 тысяч рублей, да, потому что это теплица, это работа, ну, скажем так, огород, теплица, достаточно большой объем грунта, который нельзя просто привезти на машине и вывалить, его нужно там в биг-бегах привозить, это дополнительные траты, манипулятор, работа, ну, и там порядка, там, я не помню, 80 или 100 тысяч рублей. Мы заказываем экспертизу, вот, получаем ответ, что у нас с грунтом все прекрасно, а проблема, что в теплице, что в огороде одинаковое, типа, не растет. Угу. Но, как потом выясняется, что у нас в теплицах другой совершенно грунт был, который они сами заказывали, но мы его туда добавили в грядках вот такой, и к нам, ну, параллельно от них же поступает претензия, что мы неправильно собрали гряды, то есть неправильно их наполнили, вот. И присылает нам такую картинку, где там ветки, листья, грунт, ну, вот это вот все, пироги какие-то, вот, типа, высокие гряды надо заполнять так вот. Скажи нам, пожалуйста, вот как неопытно. А какая высота была грядок? Я боюсь соврать, но, по-моему, там порядка 45 сантиметров, плюс-минус. 45 сантиметров? Ну, в принципе, 45 сантиметров можно не пирогами закладывать, да, ну, вниз желательно все-таки ложить какой-то дренаж, там же еще надо учитывать, какая почва на участке, то есть если там глина, не глина. У нас там глина, у нас высокие гряды стоят на площадке из песка, потому что между грядей у нас лежит решетка стандарт-парк и отсыпано все этим гранитной крошкой мелкой, вот. Соответственно, то есть, ну, влаги там как таковой не задержатся, именно снизу, то есть там застоя какого-то такого-нибудь, это все на песке. И вот эти 45 сантиметров мы наполняем, как правило, ну, то есть у нас, наверное, самые высокие гряды вот 45 сантиметров. Обычно это там 30. Ну, то есть, получается дно у вас дренированное, да? Ну, конечно. По идее, тогда ничего не должно быть, потому что если есть дренаж, то проблем, ну, не должно быть. Можно насыпать ветки, все что угодно можно делать, они со временем превратятся опять тоже же в органику, да, а это сэкономит, может быть, какой-то процент грунта на первоначальном этапе. Вот, ну, прям так, чтобы обязательно, если у тебя есть хороший дренаж и у тебя полое дно, то, ну, как бы, не должно быть проблем. Ну, а вот эти ветки, они, опять же, закладываются это из той же логики, как и компостер, чтобы они просто там постепенно перегнили. Да, кто-то еще делает теплые грядки. В некоторых регионах, в северных регионах органика на дно грядки закладывается с точки зрения утепления для того, чтобы процессы микробиологические шли, они выделяется тепло и продлевается вегетационный период, да. Вот, но в нашем случае мы это делаем для, просто для эстетики, чтобы вот они были, да, и, ну, такой жесткой необходимости в этом нет. Вообще, корневой высота грунта, корней обитаемой, ну, порядка 30 сантиметров, ну, вообще 15 минимум, да, но 30 сантиметров, даже 30 сантиметров, наверное, будет достаточно, если они выращивают просто там зелень какую-то и такие простые культуры. Еще вопрос, опять же, про гряды. Часто сталкиваемся с тем, что нам говорят, вот смотрите картинка в интернете, там в грядах внутри все обшито геотекстилем, агротексом, спонбондом, еще что-то. Я противник этого, потому что я тоже считаю, что, ну, должен быть какое-то соприкосновение с грунтом, да, если не с грунтом, то там с песком, например, если это подушка, да, чтобы не заиливалось ничего, там влага уходила сразу, не заставилась, и чтобы там не было никаких проблем. Единственное, вот где мы шли там на уступки, это, ну, изнутри обшивали вот это дерево, хотя я тоже считаю, что это, наверное, не стоит делать, а ты как считаешь, с точки зрения твоей? Ну, это делается только с той точки зрения, чтобы защитить древесину от якобы гниения, да, это только для этого делается, я на самом деле не знаю, проводил кто-нибудь опыт или нет, слишком ли это помогает, да, вот, а больше никаких логических объяснений, зачем это делать, ну, как бы, нет. Ну, то есть вот такой вот кокон создавать, а его не надо, это же, наоборот, будет хуже. В общем, в идеале вообще контакт с землёй должен быть, да. С родной земелькой. Да, да. Ну, как минимум, песок тоже хорошо, потому что дренаж, да, но текстиль кладётся, геотекстиль кладётся только с точки зрения защиты древесины от контакта с почвой. Фу, мы всё правильно делали. Ну, любят, да, потыкать картинки из интернета. Да, да. Причём сейчас, знаешь, вот много же всяких выпусков там на YouTube, которые там и блогов в Instagram и в Telegram, любителей садоводов, которые такие, типа, вау, смотрите, я там сделал себе сад, он такой яркий, классный, открываешь там, типа, ну, какие-то хвойные там, куча камней насыпанных, ещё что-то. Да, да, считают себя великими специалистами. Да, и начинают эту... Ландшафтный дизайн у меня на участке. Да, 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 толкать в массу ещё. Ладно, но, типа, какие-то эстетические моменты, это всё-таки вкусовщина, я считаю, да, там, ну, кому-то нравится, хорошо, пусть будет, мы туда смотреть не будем. Но когда начинают учить, как правильно там мульчировать, как правильно там от сорняков защищаться, там, ещё что-то, рекламировать какие-то препараты там, которые хрен его знает, да, то есть я этого не совсем понимаю. И на ютубе, к сожалению, по крайней мере, вот то, что я встречал, больше каких-то вредных советов, вот, от любителей как раз, а не от профессионалов. Почему мы, в принципе, вот и общаемся здесь, чтобы расставить точки над «и». Да, в том-то и дело, что, несмотря на то, что вроде бы интернет, мы всё можем найти, но почему люди приходят, в том числе, учиться, да, потому что они просто устали, а вот от бесконечного потока информации они не понимают, кому верить, кому доверять, где суть, да, где не реклама, потому что сейчас мы все знаем, да, что реклама цветёт пышным цветом и, в общем, рекламируют всё, что не попадя, и даже, ну, вот, в нашем кругу я точно понимаю, в общем, какой блогер, ну, в общем, совесть продала, а какой не продала, да, потому что есть препараты, ну, которые уважающие себя люди не рекламируют просто-напросто, а есть, которые, в общем, не парятся. Деньги решают. Да, по этому поводу. Поэтому действительно, несмотря на то, что в интернете можно добыть любую информацию и реальную, да, но отсортировать, где истина сейчас очень сложно. Поэтому люди приходят к специалистам и хотят получить такие фундаментальные знания. Мы, кстати, учим тоже, в общем, не даём готовых решений, а учим понимать процессы, потому что, я говорю, те рекомендации, которые вы можете посмотреть на YouTube, в Instagram, они могут не работать у вас. Если вы не будете понимать суть процессов, да, в лучшем случае, в общем, ничего не будет, а в худшем вы ещё и навредите там себе и своему здоровью, и растениям. Поэтому учим именно процессы. Но вот огород может быть он и красивым, и декоративным, и здоровым? Конечно, да. Может. Так же, как и сад, на самом деле, да. Хотя и говорят, что малоуходных не бывает ни садов, ни огородов, но я всегда говорю, что бывает, безуходных не бывает, да. Безуходных не бывает. Безуходных, понятно. Но малоуходных бывает. И опять же, вот как я приводила пример с яблоней, да, что есть сорт яблони, который генетически устойчив к пяти расам парши, да. Всё, она у тебя не будет болеть, да. Ну, если сажать там старый сорт, и он будет болеть. Вот и разница, да, малоуходности. Тут тебе надо будет обрабатывать, а тут не надо обрабатывать. И так в декоративном садоводстве, так в овощеводстве, вот тема огородов, да, ты, наверное, видишь, что тренд есть. Как вот вы справляетесь с этим трендом? Потому что я знаю, что ландшафтные дизайнеры не особо-то в этом сильны. Как вы выходите из положения? Ну, смотри, у нас был даже запрос, когда нам заказчик говорит, вот здесь мне 10 соток, прям оградите их, сделать какой-то такой заборчик, чтобы это заходило. И у меня там была вот такая просто деревенская история. Вот. К сожалению, этот проект там до реализации не дошел, там какие-то вопросы, да, возникли в процессе. У них там стопорная стройка, еще что-то, то есть, ну, как бы, не знаю, там, судьбу дальнейшую. Но такой запрос прямо вот на полноценный такой деревенский из детства огород был. Вот. В основном, в остальном, в основном, у нас запросы на декоративные огороды и на какие-то вот аптекарские либо чайно-пряные такие вот истории грядки. А вы только грядки делаете, либо вы сажаете, подбираете ассортимент? Ну, если мы говорим про что-то чайно-пряное такое, то, конечно, мы подбираем, сажаем. Если мы говорим про овощи, что-то в этом роде, у нас был опыт, когда нас заказчица вызвала и сказала, говорит, я вам оплачу выезд, научите меня сажать редиску. Вот. И мы приезжали и сажали редиску. Вот. Но в остальном, как бы, мы делаем гряды, а дальше уже заказчики сами. Да. Вот. Опять же, мы можем там, исходя из своего опыта, да, там, я говорю, 90-х годов что-то посоветовать. Вот. Но прямо вот такого, знаешь, как сказать, проекта огорода мы не делаем. Вот. Хотя, если к нам обратятся, я знаю, с кем проконсультироваться, да, вот, как там все сделать. Вот. Но мне просто интересно, реально, с твоей практической точки зрения тоже вот именно декоративность и органика, она же вот, ну, это все равно не равно. То есть… Равно. Почему? Есть такая наука, как совместные посадки. Ну, ты знаешь, скорее всего, да. И вот это как раз таки декоративность и утилитарность можно сочетать. Можно к овощным культурам досаживать цветочные культуры, пряноароматные травы. Ну, и у тебя будет не огород, а цветник, к примеру. И растения будут друг другу помогать, так как каждое растение выделяет в окружающую среду различные вещества, да, которые могут как благоприятно, так и не очень влиять друг на друга на рост. Могут отпугивать вредителей, могут защищать от болезней, да, такая наука есть, аллелопатия называется. Вот. Поэтому есть сочетания, как бы, известные, да, которые можно использовать. Поэтому можно абсолютно делать декоративный огород, он будет и красивый, и полезный, и органический. Но если вот мы опять метнемся к биопрепаратам и декоративному саду, здесь все равно, скажем так, акцент на том, чтобы делать больше профилактики. То есть мы знаем, что очень многое зависит от растений, которые привозятся, в принципе, и сажаются. То есть чем оно полноценнее, аккуратнее выкопано, там, и произведено, там, и у него все хорошо со здоровьем, тем, скорее всего, меньше будет проблем. И нужно будет поддерживать вот этот, скажем так, вот тренд, да, там, здоровья. Вот, соответственно, вот, опять же, исключая, там, твой опыт, ориентируюсь только на свой. Когда я пользовался биопрепаратами, например, там, от тли что-то покупал, еще что-то, я смотрел, и они такие, типа, нам, типа, по барабану, вот. И я понимаю, что... Может, ты подделкой пользовался. Может быть, может быть, все может быть. Вот я почему говорю, что возможно, чтобы этой тли не было, мне нужно было какую-то профилактику заранее. Сейчас про тлю поговорим. Вот. А, соответственно, ты хочешь сказать, что она полезна? Нет. Что ее там муравьи пасутся? Вот. Ну, в общем, моя мысль заключается в том, что нужно как-то, наверное, заранее продумывать прямо с весны поэтапно вот эту профилактику. Это процесс, это выстраивание экосистемы в саду. И тут прямо надо начинать с самого... Ну, скорее всего, в своих проектах вы же тоже учитываете экологические условия участка, да? Экологию. То есть, если это тень, вы сажаете теневыносливые растения. Это солнце, там, солнцелюбивые, засухоустойчивые. Это вот один момент, который помогает поддерживать и создавать такие экологичные сады. Ну да, без лишних стимуляций каких-то. Да. Если им будет комфортно, то что, хороший иммунитет, как и у нас, да? Мы не болеем, когда хороший иммунитет. Очень важный вообще камень преткновения всего в земледелии – это почва. То есть, почва должна быть здоровая изначально. Я знаю, что часто бывают проблемы, особенно с перевозной землей, потому что не всегда, да... Увы, да. Да подлинно известно, что с этой землей привезли. Но с ней можно работать в дальнейшем. Ну, во-первых, внесение биопрепаратов в целях профилактики, оздоравливания почвы. Опять же, внесение компоста. Но это надо, чтобы клиент заморачивался и понимал, и делал это, да, если он хочет экологичный сад. Ну, если не хочет, ну, пусть пользуются химией и... Ну, и все. Что, да? Тут надо именно под клиента, наверное, работать. Обогащаем почву компостом. Компост – это своего рода заквастка. Это вот как перебиотик, да, для кишечника. И он будет просто оздоравливать почву. Если человек, ну, нет возможности делать компост, либо нет компоста, можно покупать чисто стопроцентный биогумус. Угу. Это суперклассное удобрение, биогумус, да. Знаешь, что такое? Это когда черви перерабатывают навоз. А черви – это вообще самое полезное животное почвенное, которое у него... Вот его кишечник – это как атомный реактор. Он там перерабатывает, и... Ну, гумус прямо у него на выходе получается гумус. Но это концентрат, который подается. Концентрат, да. У меня всегда был вопрос, настолько ли он все-таки биогумус. Да, очень классно. Но только, опять же, надо поставщиков, наверное, проверенных знать. Слушай, я сколько раз его видел, смотрел, у меня такое же чувство, что там, знаешь, просто навоз или торф какой-то через мясорубку пропустили, и водой размешали. Вот, то есть... Водой? Ну, да. Жидкой, что ли? Ну, он такой, да. Если вот концентрат, если брать... Нет, нет. Концентрат, он как черная земля садовая. А, это какой-то сухой, ты имеешь в виду? Обычная земля. Ага. Она выглядит как чернозём. Вот я про это говорю. Я просто видел такой, как уже проливать, типа. Не-не-не. Я тебе говорю про чистый биогумус, который вот производят черви. На основе этого чистого биогумуса делают грунты. То есть берут там 25% биогумуса, остальное торф смешивают и продают потом по пакетам. Но если в качестве удобрения использовать и в качестве оздоравливания почвы, то берешь 100% биогумус, он дорогой, кстати. Вот. И вносишь в тех пропорциях, которые там необходимы. И это тоже будет оздоравливать почву. То есть это мы и относим к декоративному саду в том числе. Это вообще можно... То есть можно минералку заменить на биогумус, и у тебя будет здоровая почва. Потому что минеральные удобрения, если их регулярно использовать, они же угнетают почвенную микрофлору, потому что они ее убивают. Это соль, да. И у тебя мертвая почва, святое место пусто не бывает. Если нет полезных микроорганизмов, очень быстро поселятся вредные, и которые будут потом угнетать растения. Тут вот так все связано. А как ты, скажем так, относишься к органоминеральным удобрениям и, например, к осмокоту, который пролонгированный? Слушай, ну осмокот изначально был разработан для контейнерного производства. Вроде как считается, что он более экологичный с точки зрения, что не вымывается, капсула держит, и не вымывается все в нижние слои почвы. Потому что проблема минеральных удобрений в том, что большая часть того, что мы вносим, она просто в нижние слои почвы, и оттуда растениям очень сложно их добыть. Нет какого-то у меня однозначного. Ну, как бы я не пользуюсь. В контейнером и озеленении, да, наверное, это имеет место быть, и это удобно. Но вот я больше с открытым грунтом работаю, в открытом грунте. Вот мы в последнее время пришли к тому, что, наоборот, стали осмокот периодически, несмотря на его бешеную стоимость. Просто в свете последних событий это вообще какие-то там космические реально деньги. Вот. Но мы все равно там немного его добавляем при посадках, после посадок, то есть там на следующий год чаще всего. И, блин, он мне нравится. Я прям вижу разницу еще вот с появлением нашей базы, когда мы можем под себя сделать небольшие объемы там контейнерных растений, там тот же сам кизинник, спирей, там еще что-то. Я посмотрел хороший грунт, проливка там минералкой, например, да, то есть минеральными удобрениями. И грунт, в котором мы замешали осмокот, как набирает растения, вот, и в том числе по здоровью. То есть там же микроэлементов в осмокот тоже добавлено. Ну вот. Я прям, не знаю, мне понравилось. Понятное дело, что в огороде не будешь использовать, но вот с точки зрения… Ну, некоторые сейчас и в огород сыпят, потому что реклама идет. Глокупцы побольше были. Осмокот продавать надо, поэтому его рекламируют, в том числе и для огорода сейчас используют. Ну, кому нравится использовать. Я просто, поскольку я органист, да, я вообще стараюсь не использовать минеральные удобрения. Ну, максимум, там, питунью в кашпо, если там хочешь пышного отсветения, особенно эти гибриды, которые, да, мощные, там не обойтись. А в огороде, ну, я не вижу необходимости, поэтому… Да и в саду тоже. Можно использовать… В общем, я за органические удобрения больше. Смотри, у нас есть сады. Тоже такой тренд в последнее время, когда люди ставят пасеку. Да. Пчелы… Сейчас, по-моему, запретили… Что? …ставить улики… На частных территориях? Да, да, да. Что-то такое слышали. Ну, наши следы… Не будем показывать пальцем, говорить, кто это. Но, тем не менее, у нас есть даже проект, где мы пасеку, там, оформляли саму дорожку, там, в виде соты. У нас вообще там завязка проекта такая, она угольчатая, сотоподобная. Проект, по-моему, 19-го или 18-го года, и вот мы его в том году только завершили. И у меня там всегда вставал вопрос, в том числе и по биопрепаратам, как вообще работать с садом в плане обработок, в плане профилактик, когда есть вот такие нежные существа, как пчелы. Ну, все, это только органическое земледелие, на самом деле. Иначе можно потерять пчел, если, ну, либо закрывать литок, да, и проводить обработки, и потом еще выдерживать там все нормы, либо полностью переходить на органику. Потому что биопрепараты, ну, большая часть там разрешена, в том числе и для пчел. Есть даже опыты некоторых препаратов, которые использовали для защиты от манилиоза, плодовые деревья, да, на литок сыпали вот этот препарат. И пчелы, когда вылетали, а лапками, в общем, этот препарат потом разносили по цветкам. И очень классный был результат. Не прорастал, в общем, этот грипп вредоносное растение. Так что вот такую даже схему используют, в том числе и пчел в разносе биопрепарата. Но это все в зависимости от инструкции. Надо смотреть, какой препарат можно, какой нельзя, но это точно надо переходить на биопрепараты. Здесь прямо жесткие ограничения. Кстати, это классная тема с пчелами. Кроме того, что мед, они же еще опыляют сад, и урожайность будет лучше, да, особенно если плодовые деревья, кустарники. У меня тоже была мысль про пчел на участке, но потом я услышала, что где-то, по-моему, запрещено это сейчас. Ну, вот у нас на двух участках из последних проектов есть. Ну, и там участки большие, то есть там 40 и, по-моему, там 80 соток. И там, в принципе, проблем нет, соседи не жалуются. Они же пчел тоже разные есть, там какие-то злые, какие-то, типа, нормальные летают. Я вот сколько раз не приезжал, я их даже не замечаю в саду. То есть они там, ну, как обычно, да, там что-то пожужжали, прилетели. Туда подходишь, да, возле ульи там прям какая-то движуха, и говорят, что там заказчик нам говорит, там больше двух метров, трех не подходить, потому что у них сразу это защитная реакция, да, там сирена, и они начинают жалить. И надо дать должность, у нас заказчики там вызывают специалистов, которые по пчелам, да, то есть там приезжают, там что-то делают. То есть прям в полное включение. Вот, поэтому и с препаратами тоже у нас там, например, территория, она такая Г-образная. В одной части как раз нам нужно было обрабатывать, да, там те же самые ели после посадки, вот. И мы там это делали в вечернее время, аккуратно, и сейчас, когда у нас идёт, ну, профилактическая какая-то история, при необходимости мы делаем только корневую, ну, корневой пролив, потому что вот пшикать уже всё, уже нельзя, да, потому что там, блин, пчелы навернутся. Да, да, да. Тут ещё важно, как соседи будут, чтобы соседи тоже были в теме и не потравили пчелы. Да, да, да. Но это тоже, мне кажется, исключительно коммуникация, общение, ну, и тренды, да, на органическое заведение. Нет, тренд есть. Вообще сейчас моё любимое выражение в современном мире иметь участок и не иметь огорода – это непозволительная роскошь. Просто люди не понимают ценность, да, они не понимают ценности органического питания. Я тебе пришлю статью, или я тебе прислала, живая еда. Присылала статью? Нет? Ну, почитай. А если про пестициды, прям очень хочется таких фундаментальных знаний, тоже у меня есть книга в электронном виде, я могу прислать это ещё. Наши советские 90-е годы прям проводили такую масштабную работу, книгу написали. Но там не захочется применять потом нигде. Ну, я, знаешь, учился в пищевом институте же, в образовании. Много должно быть в теме. Да, до третьего, до четвёртого курса я активно учился, потом уже в работу ударился, и чуть поменьше стало уделять учёбе внимания. Но вот эти все базисы я все впитал и по ветеринарке, да, там с мясом связанной, и по растительным направлениям. И у нас вот по детскому питанию у нас классный преподаватель был, профессор, и она нам рассказывала как раз про генномодификацию. То же самое пшеницы, что это, ну, по факту тоже, опять же, всё упирается в деньги. Мы зависим там от Европы, и вот эти сорта, которые, если их не обновлять генетику, они там поражаются болезнями, они поражаются насекомыми. То есть вот это все хлеба и прочие, да, вот эти промышленные посадки, они напрямую зависят от инженерии, которая уже знает на, там, несколько лет вперёд, как это всё... А ты знаешь, что это одни и те же компании, селекционные и хим. Да, она нам рассказывала. Они всё, да, они выводят сорт, и под него схему обработок своими же препаратами. Да, да, да. Ну вот, к сожалению, то есть это я там уже, там, в 2012 году это всё лежало на поверхности, а она это рассказывала своего опыта вообще, там, в 2000-х, 90-х годах, вот, когда, в принципе, Россию, если я не ошибаюсь, по-моему, в 90-х как раз и на вот эту генномодифицированную историю всё и подсадили, вот. Ещё интересный факт, она нам рассказывала про то, что исследование болезней детей, как раз, там, непереносимость лактозы, непереносимость каких-то, я не помню сейчас, как вещество называется, которое в хлебе... Глютен. Глютен, да. Вот эти все истории, они тоже начали появляться как раз вот на стыке 80-х-90-х, когда вот эта генная инженерия вся шагнула вперёд. Вот, пестициды, и она рассказывала, что даже у неё в семье, там, внучка, которой нельзя, вот этот глютен, да, там, но у неё возникает, там, дикое желание, типа, съесть кусочек белого хлеба, да, там, вот, и как они с этим борются, и как они вообще с этим живут. И она говорит, что по статистике очень много всего этого, там, ну, мы не говорим уже про раковые какие-то заболевания и прочее. К сожалению, реальность такова, что сейчас там тоже самое, не знаю, например, там, Вкусвилл, почему пользуется популярностью, да, там, компания, потому что они хотя бы делают вот этот акцент на... Акцент. Акцент, да. Но, опять же, я после института работал на мясоперерабатывающем комбинате, и надо отдать должное, тогда я... Я работал в отделе контроля качества, вот, и у меня был интересный опыт как раз приостановлении с компанией Вкусвилл. Они не имеют своих производств, вот, опять же, сделаю отсылку, что я в компании Вкусвилл буквально, там, год или два назад мы с ребятами ездили, вот, изучали... Да, 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 у них была экскурсия, да, что-то такое, я помню. Они каждый год проводят это в общем доступе, вот, то есть на сайте обновляется информация, к ним можно съесть, посмотреть. У них по факту это очень хороший маркетинг, хорошая линейка продаж, большой склад в Москве, с которым они разъезжают, и очень серьезный отдел контроля качества. В общем, они заключают контракт с заводом, с нашим тогда, они заключили на сервилат ореховый, коньячный, какие-то сосиски, вот. Вот, я хочу сказать, что меня трясло мое руководство, типа, чтобы там, не дай бог... Это в Раменском? Да. Ты работала на Раменском? Да, 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 в Раменском, на Раменском, на Раменском комбинате. Меня трясло мое руководство, они приезжали, привозили... Скажешь потом, какая колбаса хорошая. Сейчас дойдем до этого. Короче, они привозили прям орехи свои, ну, там, я не знаю, свои, не свои, короче, вот они привозили орехи и говорили, что вот в ореховый должно быть вот это. Только орехов, да? Да, коньяк, в коньячный вот такой вот, они проверяли рецептуру, они привозили... А коньяк реально добавляют в колбасу? В коньячный. В коньячный, короче, ну, в обычную колбасу добавляют эссенцию, да, то есть, ну, чтобы вкусовая была. То же самое с орехом, то есть, там, перетертые какие-то, ну, просто порошки, а здесь я пару раз, как дегустатор, там, да, в какой-то момент пробую эту колбасу, у меня попадалась реально там ореховая скорлупа, типа, знаешь, потому что там все вот так вот. Сосиски тоже, там у нас был такой момент, что, я не помню, нам нужно отгружать с утра продукцию сосиски, а шпик, который добавляется, то есть, сало, да, образно по рецептуре, он имел привкус небольшой, и я об этом привкусе должен был сообщить своему руководителю и принять решение, то есть, отгружаем или не отгружаем. А если мы не отгружаем, у нас санкции штрафные. Ну да, да. А если мы отгружаем, и это всплывает, да, то есть, потребители же во вкусвилле, там, могут отдать продукцию, да, там, рекламацию, все. Это еще хуже, это грозит закрытием контракта, вот. И вот эти три продукции у нас, знаешь, как это, прям красным светом были подсвечены. Слушай, ну, интересно, да. И, да, то есть, когда вот говорят, что там, типа, вкусвилл это просто, типа, я не рекламирую вкусвиллу, я просто, я реально им пользуюсь, я реально этой компанией восхищаюсь, потому что, ну, пока у меня только одни, там, какие-то, знаешь, плюсы. То есть, и когда я столкнулся с точки зрения контроля качества, вот, с их подходом, а это было, извините меня, там, год, наверное, 15-й, 14-й, вот, может быть, ну да, 14-15-й, я прям был удивлен, то есть, ничего себе. Поэтому мы Евгения Щепина, наверное, поэлла позвали. А я так и поняла, да, вот, куда ноги растут. Да, 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 чтобы он нам рассказал. Насчет колбасы. Колбасу есть можно, вот я, как всегда говорю, да, то есть, на основе своего образования и опыта работы. Колбасу есть можно, самое главное, дешевую, вот, вот и все. Вот давай определим уровень цен, которые можно есть. Я честно, вот, знаешь, я незажиточный какой-то гражданин, но я на цены смотрю, как тебе сказать, то есть, вот я смотрю на продукт, я не буду покупать самое дешевое или самое дорогое, что-то, да, там. И все, знаешь, есть как стакан себестоимости, ты понимаешь, что, вот, допустим, ну, не может стоить нормальная колбаса, там, например, 200 рублей. Да, ну, то есть, я примерно для себя, знаешь, понимаю, что, вот, сколько у нас сейчас мяса стоит. Я вот просто цен даже не держу в голове, да, там, вот я зашел, посмотрел, заказал, например, заехал в магазин, выбрал, что мне понравилось и купил. Ну, например, там, говядина, сколько она сейчас стоит, там, рублей 700 за хорошую, да, там, вырезка 900 будет стоить, там, какая-нибудь лопатка, там, 500-600. Может ли колбаса… Ну, то есть, меньше 1000 нормальной колбасы стоит дешевле. Ну, нет, конечно, то есть, если мы говорим про сервелат, например, это продукция, которая достаточно низкого качества в любом случае, то есть, есть дорогие сервелаты, да, там и премиальные какие-то, да, там возможно. Но в целом, сама по себе, по процедуре, это по факту разные фарши какие-то, да, там можно добавить туда костную муку, еще что-то, и жир, вот. Самая классная продукция, которую не обманешь потребителям, это сырокопченая колбаса, потому что там куски мяса, там куски жира, все, добрый вечер, как бы, да, то есть, мы видим, что мы покупаем, она выдерживается. Единственное там, что можно негативного поймать в сырокопченой колбасе – это кишечная палочка, но опять же, когда покупаешь сырокопченку, лучше взять потверже, чем если она совсем мягкая, потому что там тоже добавляются как раз бактерии, которые делают свое дело, это все висит в камере с ультрафиолетом, и перед тем, как выпускать эту продукцию, допустим, 100 батонов, вот определенный срок, там все, сдают в лабораторию, проверяют все вот эти вот, на наличие бактерий, там, и прочего-прочего, когда лаборатория заключает, что можно продавать, ее продают, вот, и поэтому пересушенную колбасу можно спокойно есть. А ты колбасу вообще ешь? Да. Что я практически не ем. Слушай, честно говоря, редко ем, вот прям редко, то есть у нас как-то в семье пошло то, что мы меньше хлеба стали кушать, и колбасы, да, но не потому, что я там работаю, да, и видел, из чего она делается, а просто потому, что колбаса, вот ее главный, основной минус, это то, что она быстро усвояемый продукт. Например, ты берешь 300 грамм говядины, отварила ее, порезала, там, я не знаю, хочешь там с кетчупом, хочешь там с чем угодно, да, там с хлебом съедаешь, у тебя эта говядина переваривается там порядка трех, даже иногда там четырех часов, пока все пройдет, все волокна, все это, да, там желудочным соком, кишечники. Ты берешь колбасу, по сути, за тебя ее пожевали, да, за тебя ее отварили. Дима, у нас сегодня открывается в новой роли. Да, да, разнопрофильный специализм. Да, 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 прям глаз у него горит. Видимо, нравилась прошлая работа тоже. Это мой гешталь, знаешь, когда я вырасту, я построю маленький заводик с колбасой, конечно. Ну вот, и, собственно, вареная колбаса, сосиски, все это вкусно, это классно, но ты съедаешь кусок колбасы, и он у тебя переварился там за полтора часа. У тебя большой жирок, да? Да, у тебя выплеск калорий, углеводов, жиров, и все это вот куда-нибудь там откладывается. Слушай, а ты слышал сейчас про такой термин, который называется «скрытый голод». Это вот, кстати, тоже, наверное, в теме колбасы и всей продукции питания. Мы за последние там 40 лет стали больше есть продуктов, в принципе, да, разнообразия, но появился такой термин, как «скрытый голод», это значит, что мы больше-то едим, но оно не функционально, то есть оно не содержит достаточное количество витаминов, всяких полезных веществ, ферментов, да, потому что часть теряется в процессе переработки, а часть в процессе транспортировки и хранения. Вот те же овощи и фрукты мы сейчас едим, да, вышел в магазин, у дома купил, вроде как фрукты круглый год, но по сути, пока этот фрукт или овощ доедет, он большую часть витаминов уже потеряет, и мы едим пустую продукцию, поэтому, несмотря на такой вот избыток в магазинах, если говорить с медицинской точки зрения, мы не добираем по питанию, это большая проблема. Рассказывайте свой опыт. Я как человек с излишним весом периодически пытаюсь его сбросить, но в силу стресса я люблю заедать, к сожалению, и у меня, знаешь, какая проблема была, то есть когда ты приходишь домой, если вдруг есть колбаса, хлеб, еще что-то, особенно ты, например, наливаешь чай себе, да, ты так на сухую можешь один бутерброд напросто съесть, да, там с чаем ты можешь уже там три образно, вот. И, ну, я так обращаю на себя внимание, то есть я там с собой весной обычно, знаешь, сил много, там типа начало сезона с собой контейнер, там еду, все-все-все. И тут я, значит, попробовал сбалансированное питание на 2000 калорий, вот. Это меньше, чем потребление для мужчины, в принципе, потому что у нас 2,5-3, а если там активные нагрузки, там до 4,5 мужчина должен потреблять. У женщины это в районе двух как раз. Я себе заказываю этот рацион еды, начинаю питаться типа по времени, все правильно, и я не могу, знаешь, как тебе сказать, то есть я наедаюсь этим. Я наедаюсь ей раньше, чем она вот закончилась у меня, то есть у меня она остается. При этом какую-то вот неправильную там еду вкусную, да, там, или макдак какой-нибудь там еще, что ты можешь ее съесть там в три раза больше. И когда я вот это начал замечать, я тоже, знаешь, сам уже пришел к выводу, что правильная еда сбалансированная, она в меньшем объеме требуется организму по факту, вот. И у нас проблемы с лишним весом вообще вот у людей, да, там, со здоровьем в том числе, потому что это все равно витамины, это все равно микроэлементы и там белки и прочее, они, ну, как сказать, вызваны как раз тем, что мы вот это вот сейчас хватаем. Да-да-да, едим много пустой еды. Да-да-да, плюс нитраты, плюс вот это все. У нас же, опять же, если мы возвращаемся к теме органического земледелия, я думаю, ты в курсе, что там покупные яблоки, да, сколько раз они обрабатываются от вредителей и болезней, там, по что-то 8-9 раз. Около 40 обработок за сезон. Даже 40, видишь, я просто про вредители считал, что там порядка 8-9 обработок только от вредителей делаются, и для меня это уже такое, типа, блин, нифига себе. А про остаточные пестициды ты слышал? Я вот часто рассказываю, просто, ну, я тебе скину статью, почитаешь. Ну, вот 40 обработок на яблоках по всем остальным культурам, ну, такая же история. И вот каждый год сейчас исследование есть, которое называется «Грязная дюжина». Тоже не слышно про грязную дюжину? Берут на остаточные пестициды, потому что, вот ты говоришь про контроль качества и так далее. Ну, окей, хорошо, что хотя бы туда кладут те компоненты, которые надо, но про именно наличие там пестицидов и всякой вот этой штуки на этом практически не проверяют, потому что наши надзорные органы, они проверяют на запрещенные препараты, которые, в принципе, уже никто не использует. А вот на тот коктейль из препаратов, которые используют в производстве, ну, по сути, никто не проверяет, потому что это дорого, потому что это долго, ну, и, в принципе, все все применяют, что же там проверять. А вот независимые экологичные организации уже несколько лет делают исследование и называют его «грязная дюжина», ежегодно прямо в интернете можно найти эти списки, самых загрязненных продуктов по остаточным пестицидам. И в некоторых находят целый коктейль остаточных пестицидов, по 40, по 60 компонентов в тех продуктах, которые мы едим, и половина из них признаны веществами, которые разрушают эндокринную систему человека. И от этого все вот эти вот наши аллергии, аутоиммунные заболевания. И вот всегда на первом месте это клубника, это зелень, цитрусовые. Вот тут вообще самые грязные продукты, которые вообще лучше, наверное, в магазинах не покупать. А яблоки любят? Ну, яблоки не на первом месте. Уже успокоила. А у тебя ещё нет своего сада, огорода? Ну, слушай, я родился в деревне, по сути, да, у нас был. Ну, я сейчас живу в квартире и просто оцениваю тот масштаб, который мне нужно пройти, чтобы переехать в свой дом. Я такой, не, подожду, я ещё не настолько богат. Да, ну, бабули там... Не, понятно, то есть это мы с огорода всё... По возможности надо переходить на своё питание. А уж тем более те, у кого есть свой сад и огород, это прям, ну, это очень ценно. И представляешь, сколько мы поедаем? И даже вот были исследования, когда людей переводили на органическое питание и брали пробы мочи, и в моче проверяли вот эти вот коктейли из пестицидов. Снижалось там в течение какого-то времени, но там самые такие жёсткие препараты, они сохранялись там вплоть до ещё до двух недель, когда люди уже ели чистую продукцию. То есть это всё накапливается в нашем организме. Причём вот у пухляшей в жировых, вот, все остаточные пестициды, они накапливаются в жировой прослойке. Поэтому тут с точки зрения веса ещё очень важно сбавлять, потому что это, ну, в общем, места, где накапливается вся вот эта гадость. Я как садовник, да, профессиональный, который периодически, да, там делает какие-то обрезки, нередко ленился надевать маску при обработке. О, вот это тоже проблема. Вот, соответственно, то есть я там тоже иногда, знаешь, возил препараты в машине, там садишься, что-то пахнет вроде, а где-то, может, что-то не закрыл. И кажется, что что, ну ничего, не оторвился, да, даже не поплохело. Вроде не поплохело. И два года назад мне нужно было сделать плановую небольшую операцию, я пошёл сдавать там кровь, все дела, вот, и мне говорят, что-то у тебя по показаниям крови как-то, я уж сейчас не помню, там билирубин что-то, вот, какие-то, да, показатели указывают на то, что с печенью какие-то проблемы. То есть там ты не бухаешь ли случайно? Я говорю, я вообще практически не пью, то есть реально к алкоголю очень отношусь так, типа, вот, выпить, ну, не, не хочу, а сегодня хочу, там, знаешь, как-то по настроению очень редко достаточно, вот, соответственно, я думаю, ну, что, что могло там быть. Потом я провёл аналогию, что это было примерно там в весенний период времени, когда я как раз ездил на обработке, либо с ребятами ездил, рядом стоял, и как-то подзабил, как обычно это бывает, да, типа, ну, нашёл в себе оправдание, думаю, потом. Так все, так все делают. Да, в этом году, я думаю, пора проверить, пошёл, мне говорят, у вас там печень увеличена, границы там что-то размыты, туда-сюда, да, собственно, давайте сдавать анализы, анализы сдаю кровью, там, ещё что-то дополнительное какие-то, она говорит, у вас гепатозное состояние печени, как будто бы гепатит, идите, сдавайте, пожалуйста, на гепатит, там, А, Б, Ц, там, все дела, ВИЧ и прочее, то есть я сдаю, всё хорошо, то есть вирусов никаких нет, но состояние печени охренеть какое плохое. Охренела твоя печень и твоих обработок. Да, то есть при том, что я, говорю, я последнее время там сам не обрабатываю, если я обрабатываю, то у меня защита полная, но в какой-то момент периодически я вот ленился надевать маску, вот, да, а ещё помимо маски нужно отдать должное, что помимо дыхательных путей все пестициды очень хорошо впитываются через кожу, достаточно пыли осесть вот этой, да, дисперсии водной раствора, и уже она пошла в кровь, а печень – это фильтр, через который всё пропускается. То есть, а вот, например, когда мы, у нас был заказ там, типа, обработать от клещей участок, вот, у нас ребята поехали, я ходил за забором, ребята ходили, пшикали, и вот где-то что-то там прилетело, и было очень такое, ну, яркое солнце, у меня, короче, лицо всё сгорело, я три дня, у меня просто химический ожог был, представляешь? То есть, вот, насколько это термо-жёстко-ядерное всё, что так влияет на человека, то, что последствия, да, там, даже через два года вот у меня с печенью я сейчас там прохожу лёгкие курсы восстановления, да, чтобы посмотреть, что, как дальше действовать, вот, поэтому… Вот серьёзный вопрос на самом деле, поэтому, друзья мои, пожалуйста, просто соблюдайте средства защиты, да, используйте средства защиты, потому что это серьёзный вопрос, и кажется, что в том-то и вся коварность пестицидов, что они не убивают нас вот всю минуту, да, нет там какого-то натравления, там, ну, может быть, чуть-чуть там немножечко… Где-то есть совсем, мне кажется, передышать, да. Да, и то не заметить, но они действуют хронически, то есть на организм, и это доказанные вещи замалчивают немного, да, опять же, лоббируют крупные компании-производители. Вот я упомянул нитраты, но на самом деле нитраты – это не самое страшное, и как-то больше про нитраты говорят, а про пестициды, даже, может быть, специально про нитраты больше говорят, чтобы, знаешь, вот про пестициды народ меньше думал, но это серьёзная вещь. Ну, смотри, вот эти остаточные пестициды в фруктах, в овощах там и в продуктах, это, если я правильно понял, после обработок то, что не вышло, потому что у нас, как говорят, что пестицид там 2-3 недели на вывод, да, то есть обработка, а это, скорее всего, там перед сбором урожая где-то ещё какие-то обработки были, и в этих продуктах они просто тупо остались. И, соответственно, там с соком, с клетчаткой – это всё просто переходит в организм, и у нас это оседает, правильно, правильно? Да, и самое страшное, ты тоже говорил про детское питание. Недавно был доклад, ну, я слушаю, когда какие-то серьёзные мероприятия по органике, и в детском питании уже пестициды, то есть детское питание с остаточными пестицидами, потому что, ну, всё повсеместно, так загадили всё, что вот органическое земледелие у нас вообще в стране только-только развивается. Если в Европе… Они там тоже всё давно загадили, но просто у них сейчас вот этот период наших девяностых, когда у нас мы были заняты выживанием, да, они развивались. Они уже понимали вред пестицидов, они уже понимали корреляцию с развитием рака, да, и начали активно заниматься органическим земледелением. Сейчас в Европу приезжаешь, и ты можешь купить органику, да, и неорганику в магазинах. Да, она там чуть дороже, но, тем не менее, у тебя есть выбор. У нас в стране нет выбора, то есть у нас органическую продукцию в магазине найти крайне сложно. Я даже наблюдала за некоторыми марками, брендами, ну, было и молоко, у нас в спаре продавалось органическое. Но, судя по всему, что народ не особо понимает, почему они должны переплачивать, да, они даже уходят с полок, потому что, видимо, не продаётся, потому что дороже. Невыгодно, да. Но у нас, и вот у нас нет выбора. В Европе, в Америке есть, потому что, ну, допустим, Италия, маленькая Италия, на всю страну более 70 тысяч органических хозяйств. У нас в России на сегодняшний день около 200, 200. То есть для того, там, посчитали аналитики, для того, чтобы покрыть потребность собственного производства органической продукции в России, если мы такими темпами будем развиваться, как сейчас, нам надо будет 400 лет, чтобы только свою потребность покрыть. И, в общем, единственный выход сейчас есть реально вкусную, натуральную, полезную еду, это выращивать самостоятельно. Потому что даже то, что там продают магазины, продают фермеры, да, якобы хорошего качества, но если рассматривать с точки зрения остаточных пестицидов, то там ситуация, ну, такая, как и в обычных магазинах. В общем, раньше огородами занимались, потому что кушать нечего было, а сейчас, чтобы кушать здоровую еду. Да, 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 поэтому тема огородов, она мега актуальна в современном мире. А уж у нас, так как мы не можем купить органику реальную в магазине, это вообще выход из положения. Что нашим подписчикам пожелаешь? Что пожелаю? Здоровья всем пожелаю, друзья мои. Получайте удовольствие от ваших садов и огородов. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо, что пришлось. Пожалуйста. На встрече на НФЛ. Вот так вот.